Продолжение следует... Мария Борисовна Едрышева, старший помощник Волжского межрайонного природоохранного прокурора, старший советник юстиции. Мария, добрый день. Здравствуйте. Нас объединил информационный повод 27 апреля, если я не ошибаюсь. Это день образования Волжской природоохранной прокуратуры. Возможно, не все наши телезрители, жители Тверского региона знают, что штаб Волжской природоохранной прокуратуры расположен именно в Твери. А объединяет все регионы, которые находятся у реки Волга. Вот Мария показывает. Сколько у нас всего получается регионов, Маша? 17 регионов на сегодняшний момент уже, 17 регионов поднадзорной территории и 19 межрайонных природоохранных прокуратур. В том числе в Тверской области у нас две подчиненных Волжской природоохранной прокуратуры. Это Тверская межрайонная природоохранная прокуратура и Осташковская межрайонная природоохранная прокуратура. Пока не ушли далеко от Тверской Межрайонной природоохранной прокуратуры, от Тверской, какую территорию охватывает Тверская прокуратура? Тверская Межрайонная прокуратура охватывает большую часть Тверской области и именно идет по бассейну реки Волга и наиболее крупных притоков, которые в нее впадают. А, и притоки тоже? Соответственно, конечно. То есть все, которые видим реки, которые впадают в Волгу, знаем, это все ваша территория? Бойбица, Шоша, Тверца, Тимака. Это все ваша подконтрольная территория, да? И большая часть получается Тверской области. Большая часть Тверской области. А мы тогда, Маша, ездили в Осташков, это уже было подчинение Осташковской, да? Осташковской, да, природоохранной прокуратуры. А там свой, потому что в Осташкове очень много, очень большой бассейн, да? У нас очень. Тверская область, вы знаете, она огромная по своей территории. И, конечно, пока до какого-то района, до озера Селигерда берется работник Тверской прокуратуры, это, конечно же, больше времени уйдет. Это не будет оперативно. Мы с вами ездили 3-4 часа, помните, ехали. Да, да, мы ездили как раз на исток Волги. И именно из-за таких огромных размеров Тверской области и было принято решение, что будет две прокуратуры. Тверская свою часть охватывает и Осташковская свою. Тогда штаб вот этого всего колоссального количества территорий находится именно в Твери. Почему не в другом регионе? Почему такая честь, Маша? Да, тогда желательно все-таки начать даже с самого начала, наверное. А с истории? С истории, да. Историей. Чтобы было понятнее. Действительно, 27 апреля 1990 года приказом тогда еще генерального прокурора СССР, Сухаревым Александром Яковлевичем, был подписан приказ об образовании Волжской межрегиональной природоохранной прокуратуры. И тогда в состав нашей Волжской прокуратуры входило всего 12 межрайонных природоохранных прокуратур. Именно почему наша прокуратура такая уникальная? Потому что наша прокуратура построена по бассейному принципу. Что такое бассейновый принцип? Но я думаю, что многие, кто сталкивался вообще с экологией, понимают, что есть такое понятие, как единая неделимая экологическая система. Вот Волга, Волжский бассейн. То есть все-все притоки, которые впадают в Волгу, это единая неделимая экосистема. Но эти притоки питают, да? Питают, конечно. В результате вся вода туда, вот в нашу могучую. Многие даже спрашивают, почему вот к вам Рязанская область-то как попала? А как? Естественно, вот в 92-м году к нам была, вот в 91-м даже, была присоединена как поднадзорная территория Рязанская, и там была создана Рязанская межрайонная природоохранная прокуратура, потому что там река Ака. И Ака непосредственно впадает в Волгу, это тоже такой огромный приток, и поэтому его тоже необходимо было охранять в совокупности. Конечно, но бессмысленно следить за чистотой реки Волга, если кругом воды, непонятно какие, которые в нее впадают. Конечно, невозможно, да, охранять в Твери, потом не охранять в Нижнем Азбриде. Да, 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 и добиваться чистоты. Чистоты Волгоградской уже или Астраханской области. Понятно, какая туда вода попадет. Ну и, естественно, такая структура, как вот по бассейновому принципу, она зарекомендовала себя очень хорошо, и тоже мы уже неоднократно это рассказывали, и очень радовались данному факту. В 2017 году был год экологии, и была создана по нашему подобию, то есть тоже на основе бассейна Байкальская и Амурская природоохранная прокуратура. А их раньше не было, да, получается? Не было, в 2017 году только. И то именно благодаря тому, что увидело руководство, я так понимаю, что какие результаты работы, то есть то, что они хотят видеть. И, соответственно, вот по нашему образу и подобию наша практика была признана положительной, и были созданы такие прокуратуры. Почему вот, да, такая структура позволяет на основании анализа статистических данных, да, материалов контролирующих органов, правоохранительных, видеть именно целостную картину состояния окружающей среды, что впоследствии позволяет нам уже спроектировать какие-то задачи, планы, да, которые актуальны, вот именно там на 22-й год, на 23-й, на 24-й год сейчас очередные планы, именно посмотреть актуальность. То есть вот что прямо сейчас, сейчас самое такое актуальное, важное, главное, соответственно, еще с заданиями, с поручениями и генерального прокурора Российской Федерации, и президента Российской Федерации. И, соответственно, уже вот в совокупности мы даем поручения ниже стоящим правоохранным прокуратурам. То есть вот, например, возьмем конкретный пример сброса загрязненных стоков, да. Это очень актуально, конечно. Да, это очень актуально, тем более мы непосредственно называемся Волжская, да. То есть вот стоки загрязненных стоков. Мы за них взялись, когда за эту проблему, и, естественно, мы взялись сразу по всей Волге, то есть по всему Волжскому бассейну. Везде наши межрайонные природоохранные прокуратуры посмотрели, да, зафиксировали. К сожалению, очень много, да, и те, кто сбрасывали без вообще очистки сточные воды, мы таких прекращали вообще деятельность, или недостаточно очищенные сточные воды сбрасывали. И, естественно, в суды предъявлялись по всему опять Волжскому бассейну везде такие вот иски о прекращении деятельности таких предприятий, или о доведении сточных вод предприятий до нормативных. Вот, кстати, вот, Маш, перебью, Алексей, что вот нас все-таки слушают жители Верхневожья. Часто у вас, мы еще о воде поговорим отдельно, но такие вот жалобы поступают. Вообще, насколько вы очень плотно работаете с людьми, и откуда приходит первоисточник информации, допустим, о той же воде? Это кто-то, какой-то неравнодушный житель деревни или поселка звонит, что вот в данный момент происходит сток воды? Вы знаете, источников информации, нарушения законов у нас очень много. И обращения граждан в этом играют немалую роль. Конечно, мы реагируем на такие факты. Большинство обращений именно в Тверской области, порядка одной трети, касается именно охраны водных объектов. Это и загрязнение вод, это ограничение свободного доступа граждан к водным объектам. Да, такое тоже, к сожалению, бывает. Это очень серьезная проблема на территории Тверского региона. И благодаря тем обращениям, которые поступают, мы видим наиболее болезненные точки. Мы видим, что трогает людей, и на что в первую очередь нам необходимо обращать внимание. Но, опять же, мы получаем информацию, в том числе и собственного анализа, той деятельности, которая осуществляется и поднадзорными нам органами власти. Мы видим статистические отчеты, мы видим результаты работы органов различных сфер и разных уровней. И благодаря этому мы видим концептуальные глубокие проблемы, над которыми нам нужно работать. Охрана Волги и тех водных объектов, которые в нее впадают, естественно, в приоритете. И вы знаете, вот эта вот наша деятельность по охране водных объектов, да, она имеет свои результаты. Здесь вот коллеги посчитали, сколько за пять лет последних по всему Волжскому бассейну, благодаря и мерам прокурорского реагирования. И вы знаете, что нацпроект «Экология» сейчас тоже этим вопросом озаботился. И вот в итоге построено, реконструировано, отремонтировано где-то 40 очистных сооружений, да, за пять лет. И более 400 канализационных станций. То есть это достаточно такие хорошие цифры. Ну, да, на всякий случай результат. Да, и сброс сточных вод с 2014 года, мы вот смотрим, ежегодно снижается. И в итоге в Волжско-Каспийском бассейне снизился на 20%. Маша, если говорить вот о таких вот людях, которые оставили свой след в истории природоохранной прокуратуры, почему все-таки честь расположения, назовем так, штаба Волжской межрегиональной природоохранной прокуратуры доверена именно Твери? Да, это достаточно интересный вопрос. И перед тем, как мы ушли на рекламу, хочу сказать, что вы спросили еще и про людей. Здесь, конечно, необходимо объединить эти два вопроса, потому что, рассказывая про историю Волжской прокуратуры, невозможно не рассказать о первом прокуроре, это Виноградов Валерий Павлович, кадровый прокурорский работник. Он 47 лет отдал службе, служению закона, и он работал длительное время в прокуратуре Старицкого района. И там добился определенных, очень хороших, положительных результатов, и был переведен в Генеральную прокуратуру. И как раз у Сухарева Александра Яковлевича он работал помощником по особым поручениям. Мне удостоилась тоже честь, и я, что брала интервью непосредственно у Сухарева Александра Яковлевича, и вот могла даже задать именно тоже вот этот вопрос, все-таки почему. Вот смотрите, одним из факторов сыграло, что, естественно, у нас на территории Тверской области находится исток, то есть начало нашей великой русской реки, исток Волги. Второе, это то, что именно по Тверской области протяженность Волги около 700 километров. Самое значительное? Самое значительное, да. Я даже посмотрела, вы знаете, по карте, вот если посмотреть, вроде бы Астрахань, смотришь, такая, да, но я посмотрела, в Астрахани 400 километров. Мы даже превосходим по протяженности Астрахани. Да, да, хотя вот по карте кажется, что немножко по-другому. Ну и, конечно, немаловажную роль сыграло это то, что Александр Яковлевич, говорит, проехал по Волге именно на корабле, вот, от Твери и вниз по Волге, и, конечно, увидел все вот эти безобразия, именно вот и загрязненность берегов Волжских, и вот эти трубы, торчащие и сбрасывающие непонятно что. А уж когда, говорит, добрались до Волгограда, Астрахани, там стали наперебой предлагать черную икру, вот эти браконьеры. А, ну там же, да, там же рыбалка у нас идет. Да, это просто, он говорит, было ужасно, и первый, говорит, как я только из отпуска вышел, я сразу же вот решил создать Волжскую прокуратуру, что необходимо охранять нашу великую, да, русскую реку. Очень душа болела, и вызвал Валерия Павловича, который, как я уже сказала, был по особым поручениям, и говорит, Валерий Павлович, ну для тебя Тверская область не чужая, вот, возглавили бы прокуратуру такую. И Валерий Павлович с удовольствием взялся за эту работу. Но, как рассказывал и Валерий Павлович всегда, всем нам, кто пришел вновь на работу, учил нас, он говорил, что да, вот представляете, один приказ, это 1990 год, люди меня поймут, что это было за время. И у него только приказ, только бумага о том, что образовать Волжскую прокуратуру и еще 12 прокуратур. Ну, как обычно начинается, начинается с нуля, с чего непонятно. Каждое, наверное, новое дело именно так и начинается. Да, да. Это вот ура первооткрывателя, первопроходца. Надо людей, да, Ирина, людей набрать, профессионалов, да, необходимо помещением обеспечить, где, по первой стиле... Конечно, возможность, чем работать-то, да? Конечно, конечно. Ручку, бумагу даже. Это тоже все надо, в 90-е годы, когда не было ничего, фактически разгул какой шел. Да, было очень сложно. И вот Валерий Павлович, конечно, проводил все свое время, практически в командировках был, да, организовывал и здесь. Первоначально прокуратура у нас заседала в актовом зале прокуратуры области Тверской, вот это именно Волжская. Ну вот, я надеюсь, я ответила на ваш вопрос, почему, то есть вот три фактора, так вот сложилось, что... Ну, а наши телезрители могут для себя сделать вывод и гордиться тем, что у нас, на земле Верхней Волжья, самый протяженный участок Волги, да? И будем надеяться, что самый чистый, во всяком случае, сотрудники природоохранной прокуратуры и многое для этого делают. Стараемся. Алексей, мы уже затронули проблему, как бы так вот вскользь упомянули, проблему сточных вод, да, которые загрязняют воду, и в том числе и притоков Волги. А вообще, какие-то приоритеты в работе природоохранной Тверской, межрайонной природоохранной прокуратуры существуют, и как они меняются, исходя из ситуации? Вот мы сейчас просто видим, вот как вот каждый год что-то преподносит. Мы видим, что сейчас наблюдается, вот, например, усиленный поводок, да, это уже что-то меняет, какие-то акценты. Это сезонный вопрос. Да, а пожары те же самые природные. Сезонный вопрос. Но я могу сказать так, практически любое направление надзора приоритетно. Мы говорим об охране окружающей среды. Все компоненты природы между собой взаимосвязаны. Загрязнение одного неминуемо ведёт к загрязнению другого. И поэтому работа строится и в плановом режиме. И если мы видим, возникают какие-то проблемы более глубокого плана, характерные для того или иного региона, в том числе для Тверской области, реагируем на это. Так или иначе, всегда у нас в зоне внимания охрана водных объектов, охрана лесов, охрана особо охраняемых природных территорий. Кстати, в Тверской области их порядка тысячи. Вот у нас ещё впереди мы поговорим об этом. Мы ещё вернёмся к этому. Регулирование вопросов обращения с отходами актуально всегда и везде. И эту систему всегда нужно совершенствовать. Мало того, проблем за многие годы накопилось очень много. И сейчас принимаем особые усилия, чтобы их решить. Ну вот, коль мы затронули те же самые отходы, может быть, о них поговорим. Я здесь встретила совершенно случайно давнего своего знакомого сотрудника Тверского лесхоза. Мы неоднократно в рейды выезжали. И вот он мне сказал, я ещё спросила, когда, я думаю, он говорит, когда в скором времени поедем по свалкам, по несанкционированным свалкам, у нас сейчас номер один вот эта проблема. Как она была, мы 10 лет назад с ним выезжали, так она, наверное, оставалась. Свалки, это тоже характерно, да? Отходы-то бывают разными. Конечно. Большая часть отходов образуется, ну, мы говорим про твёрдые коммунальные отходы, которые образуются у населения, у большинства предприятий. Если говорить про промышленные отходы уже отдельного вида, это отдельный разговор. Но на что хотелось бы обратить внимание. Мы с 2017 года входим, уже вошли активно в так называемую мусорную реформу. Речь идёт вообще о систематизации сферы обращения с отходами. То есть, если раньше каждый регион этим занимался самостоятельно, мало того, каждый муниципальный район сам решал эти проблемы. Сейчас система обращения с отходами централизуется. К примеру, в Тверской области есть региональный оператор ООО ЦАХ, который ответственен за организацию обращения с отходами в целом. То есть, все объекты размещения отходов, то есть, как они функционируют, каким образом урегулирована система потоков отходов, их современный сбор, их современный вывоз. Я не хочу сказать, что только они за это отвечают. Здесь обязательно участвуют и органы власти, и органы местного самоуправления, но вместе с тем. Здесь мы приходим к двум основным моментам. Первое. Что нам делать со свалками, которые образовались уже очень много лет назад? Я говорю о серьёзных крупных свалках, куда размещались отходы, к примеру, со всего муниципального района. Их немало. Они давным-давно уже исчерпали свой экологический ресурс. Они зачастую вообще создавались без какого-либо обоснования безопасности и для экологии, и для здоровья граждан. Поэтому речь идёт об их закрытии, речь идёт об их рекультивации. И здесь нам уже помогает национальный проект «Экология», в рамках которого эти мероприятия проводятся. Если мы говорим о действующих объектах размещения отходов, куда отходы фактически складируются, то, опять же, есть много проблем, связанных с тем, чтобы они действовали в рамках закона. То есть это соответствующая лицензия, это соответствующее исследование в сфере экологии, которое позволит контролировать степень негативного воздействия. Мало того, нам необходимо решать вопрос о строительстве новых полигонов. Нам необходимо решать вопрос о строительстве мусросортировок, чтобы снизить, максимально снизить тот объём отходов, которые поступают на полигоны. И использовать их во вторичном обороте. Это глобальная тема. Это уже давно, да, уже много лет назад говорили вот об этом, что уже пора как-то вот... И к 30-му году мы должны с вами прийти к тому, что у нас все отходы перерабатываются, и извлекается максимум, максимум сокращения попадания отходов на полигоны. Ну, до этого далеко, планы хорошие, но до реализации их ещё очень много, очень долго. Ну, конкретно уже что-то делается, да? Работа ведётся, и мы всяческим образом, так сказать, подталкиваем в рамках своих мер прокурорского реагирования и органы власти, и органы местного самоправления, и регионального оператора к тому, чтобы к 30-му году этот показатель, эту цель, реальную цель достичь. Слушайте, вы там перечислили, да, много. Это же нужно работать сообща, а одной прокуратуре этого не сделать, да? Это же ему все муниципалитеты, это всё на свете. Работы хватает, но это только одна лишь малая часть. Я уже не говорю о постоянно образующихся несанкционированных свалках. Это болезнь, да. Вот хочется, да, про экологическое правосознание граждан, понимаете, у нас всё-таки не на высоком совсем уровне. То есть вот как образуются вот эти несанкционированные свалки? Зачастую кто-то один проехал и выкинул просто. И выкинул, да. И буквально уже там вечером возвращаешься по этой же дороге, а смотришь, там уже... А там уже много таких пакетов. Там уже много десяток, да, да, конечно. Вот, Маша, я дело в том, что вот я просто живу вот на природе, что называется, прохожу каждый день через лес, постоянно убираю этот лес, и ведь каждый день кто-то бросает мусор. Причём и пакетами, и так, и вот это, и написать то, что, ребята, не бросайте, нельзя этого делать, но они до этого, что ли, не понимают, что этого нельзя делать. Надписи не помогают. Ну, мы уже как-то говорили, что видеокамеру поставим, тоже, наверное, не помогает. То есть вот это именно человек... Ну, наказывайте, да? Каждый человек к себе должен начать. Алексей, наказание существует за эти свалки санкционирования? Наказание существует, и работает в этом направлении не только природоохранная прокуратура, но и даже, я бы сказал, в первую очередь, уполномоченные органы власти. К примеру, Министерство природных ресурсов и экологии Тверской области, Управление Роспроднадзора. Ведь много образований таких, которые отвечают за сохранность нашей природы. Специально-полномоченные органы. И наша задача также направить их в нужное русло для того, чтобы они обращали внимание и своевременно реагировали на все подобные факты. Мало того, выстроили свою надзорную деятельность таким образом, чтобы их своевременно пресекать и работать на системной основе. Но проблема правосознания здесь на первом месте. Здесь можно только одно сказать. Не страх наказания, а любовь к природе и к своей стране. Любовь к своему народу. Это должно быть в первую очередь. Она же тебя кормит. Маша, несколько слов буквально знаю, что ходите по школам, по кругам. И вот именно в голову вбивайте, если детям родители не вбили в голову, роль такую выполняете. Большая надежда на молодое поколение, на нашу молодежь, на подрастающее поколение. Действительно, вот ходим в школы, правовое просвещение, создаем специальные брошюры для школьников, водный кодекс, например. Вот водный кодекс. Да, чтобы детям было понятно тут с картинками. А вот я вижу лес, лесной кодекс. Да, лесной кодекс. И, соответственно, все детям рассказываем, показываем, что можно, что нельзя. Причем дети у нас участвуют в конкурсах рисунков. Как раз берегите лес. Может, кто нарисует чистый лес, кто-то не бросит никогда. И, соответственно, в этих вот брошюрах мы используем так, я надеюсь, детям более понятно. Поэтому очень надеюсь все-таки, что нам удастся переломить экологическое правосознание детей и, конечно же, наших граждан. И люди задумаются о том, что необходимо заботиться о будущем нашей страны, о будущем поколения. Я сразу хочу тут же обратиться ко всем, кто нас слушает. Не надо мусорить, пожалуйста, не мусорьте, не устраивайте свалки. Но вы на этой земле живете, это наша родина. Продолжаем про лес, Алексей. Теперь про лес. Потому что работа тоже ведется большая. Работа ведется давно. Лес – это наше богатство, так же, как и великая могучая река Волга. Какие проблемы здесь существуют? Вырубка, да, наверное? Порядка 5 миллионов гектар леса на территории Тверской области. 5 миллионов. Это огромная территория. И вы знаете, так же, как по отходам, мы сказали, есть крупные проблемы, системные, которые основаны на организации этой деятельности, так и мелкие. В любой сфере то же самое с лесом. У нас есть проблема с необходимостью актуализации материалов лесоустройства. Казалось бы, ну подумаешь, но около 40% материалов лесоустройства подлежат актуализации. Что это значит? Это значит установление границ лесов. Это значит получение актуальных сведений о состоянии лесов. А это и мероприятия по охране лесов, по санитарной охране, по пожарной охране, по правильности и расчету возможного использования лесов. Я говорю про заготовку древесины. И этим занимаются и Министерство лесного комплекса, и арендаторы лесных участков, которые взяли в аренду эти леса. То есть проблема-то очень серьезная. Мало того, что нам дает отсутствие границ лесов на кадастровом учете? Ну, они вроде бы есть, материалы лесоустройства есть, хоть и старые. Но, поскольку пока работа по включению границ в государственный реестр объектов недвижимости не завершена, мы имеем факты наложения лесов на земли иных категорий. К примеру, вот земля сельскохозяйственного назначения, заросшая лесом. Вроде бы сельхозка, но по факту лес. И по материалам лесоустройства, по старым, да или по новым, всякое бывает. Это, оказывается, лесной фонд. Возникает земельный спор, а что же это такое? И в этом случае выходим в защиту прав и интересов Российской Федерации, поскольку лесной фонд – это собственность Российской Федерации. И, конечно, неопределенного круга лиц. Поскольку, если этот лес вырубить под видом сельскохозяйственной деятельности, либо иным способом, у нас просто лесной фонд будет сокращаться. В прошлом году у нас выиграно три иска, именно по фактам наложения на землю лесного фонда. Вернули в Российскую Федерацию порядка 10 гектар. Вроде бы мелочь, но каждое дело – это очень сложный и серьезный процесс. Поэтому в этом году мы многократно усилились. Сейчас у нас в суды направлено порядка 15 подобных исков. То есть уже речь идет за сотню гектар. В общем-то, это первостепенные меры, направленные на охрану и на защиту лесов, на сохранение того лесного фонда, который имеет место быть. У нас, кстати, горячая линия, да, Мария, организована, да, будет по защите именно лесов? Вот продолжай эту тему. Да, 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 да. У нас по поручению нашего руководителя, Волжского межрегионального правоохранного прокурора, Илюшина Александра Анатольевича, организована горячая линия, на которую могут обратиться все заинтересованные граждане. Она проводится во всех 17 регионах, естественно, и в Тверской области также. Телефоны есть на сайте, размещенные Волжской прокуратуры. Посмотрите в телеграм-канале. И, конечно же, обращайтесь, если вы видите какие-то нарушения, если вы видите, что не проведена опашка между полем и стеной леса, как мы это говорим, да, противопожарная безопасность, да, 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 с населенным пунктом, то то же самое. Мы ждем ваших звонков, сигнализируйте о нарушениях лесов. Ну и также вы можете обратиться по любым вопросам, которые вас интересуют в сфере охраны окружающей среды. Также через сайт Волжской прокуратуры, через госуслуги или на личном приеме, или... Программа к концу, Мария, к сожалению, подходит буквально несколько слов. Увеличивается число обращений от жителей региона? Да, как увеличивается по Волжской прокуратуре, в общем, граждане обращаются все чаще и чаще. Вот за 2023 год у нас 13 тысяч по Волжскому бассейну, а вот... Порядка тысячи. Порядка тысячи за год, да? В Тверской области. В Тверской области, понятно. Уважаемые друзья, у нас программа подошла к концу, вот так вот незаметно. Тем очень много, я предлагаю встретиться еще на какую-то более актуальную тему. Не успели осветить все, что хотели. Потому что все нельзя объять необъятное. Спасибо огромное за вашу работу. Надеюсь, что наш Волжский бассейн и все, что к ним прилегает, наша Тверская земля, будет чище и краше благодаря вашей работе. Спасибо. Спасибо. До свидания. Спасибо.